Доброе утро! Шлюзуемся на Волхове. Это Волховский шлюз. Опять чего-то тут ремонтные работы, хотя совсем недавно вроде его восстанавливали. А там что-то стенка обвалилась. Короче, целая история. Так что пойдете где-нибудь часика за полтора звоните, предупредите. Ну все, нас подняли. Шлюз 1925 года работает. Но, как я уже сказал, предупреждайте заранее, если пойдете. Шлюзовая вахта, по-моему, с 8 до 16 работает. Ну, просят вот за часик позвонить. Ну все, ок. Как всегда, здравствуйте, мои дорогие. Вы находитесь на канале Мэтт Доктор. И мы сегодня находимся в Ильмине. Ну, правда, еще не совсем в Ильмине. Спустили мы лодки 5 мая. В общем-то, с открытием навигации я вас поздравляю. Спустили в Шлиссельбурге. Вышли до Новой Ладоги. Побывали на праздники фестиваля Корюшка идет. Отличное мероприятие. Прямо вот рекомендую на следующий год. В этот раз был пятый юбилейный фестиваль. Корюшке было какой хочешь, просто облупиться. Очень понравилась лавка, которая представляла гамбургеры из осетрины и шаверму из форели. Прям вообще улет. И дальше мы выдвинулись две недельки назад в сторону Великого Новгорода. Пришли в Новгородский Яхлуб. Нас здесь замечательно встретили. Поставили на гостевые причалы. Респект большой Станиславу, который ходил каждый раз и смотрел на наши лодки всю неделю, пока они стояли. Ну вот сегодня мы вышли в Ильмени. Погодка так себе. Хотя вот вроде как дождь не передают. Но что-то какие-то тучки ходят. И зашли в реку Большая Гнилка называется. Зашли мы со стороны Волхова. Вышли чуть-чуть в Ильмень. Повернули почти под 90 градусов. И здесь вот такая швартовка. Но фишка в том, что воды столько много, что залиты все поля вокруг. То есть даже не особо понятно очертание рек вот только по Карплотеру. И хотим мы сходить на церкви. Никольская церковь на острове Липно. Пойдемте покажу. Мы вышли из новгородского яхт-клуба Вильмень. Повернули вот сюда, вот в эту большую гнилку. Дошли до острова Липно к церкви. Благоводы до дури. Так, ну вот я, значит, вот так вот по самое нельзя. Нормально, короче, выше колена. Затопило просто вообще тут все в воде. Поэтому вот шлындаю. Вон, видите, откуда я пришел. Вот иду. Ну, а здесь уже нормально. Так-то, судя по всему, здесь достаточно приличная была дорога. Даже, помните, президент посещал эти места. Так что я думаю, что все было окей тут сделано. Вот деревянный настил. Вот я вам покажу сейчас, смотрите. Ну, просто все тут в воде. Все затоплено. Ну, вид прямо мега потрясающий. Вот какие-то такие растения растут. Вообще шикарно. Выглядит просто суперски. Завораживающе даже. Деревянных настилов, дорожек тут прилично, хватает. Вот я на таком поле нахожусь. Деревянный такой видовой помост. Заросло, конечно, все. Ну, так если вот подбрить все это дело, будет очень круто. Кстати, в этот раз мы по Волхову от Новой Ладоги до Великого Новгорода прошли просто изумительно. Вот шикарно. Прошли завались, дошли до Киришей. Там плавучий ресторан раньше назывался, каракатица, сейчас называется Гастро Пап Ноу Нейм. Нас замечательно встретили. Накормили прям супер. За что огромный респект Андрею Рулевому. Это его друзья держат этот Гастро Пап. Дальше мы там, там есть причал, все, утки швартовые. Мы там даже поспали чуть-чуть, выдвинулись до Волхов моста, туда пришвартовались. Воды сейчас, как я уже сказал, до дури. Переночевали, отлично, прям супер. Сняли даже номер, в душах сходили. И утром уже в воскресенье вышли в сторону Великого Новгорода. Ну, здесь, кстати, не заросшим, можно обойти даже церквуху. Все, отмостка. Вот, церковь Николы на Липне. 1292 год. Вот жаль, да, что нельзя такие памятники оставлять открытыми у нас. Наверное, еще мы не научились. Чтобы все было, как должно быть, да, не мусорить, не гадить. Вот так, с заборчиком обнесено. Я смотрю, там даже какая-то постройка какая-то вон есть. Вон домик с грядочками, лучок там, замочек. Как выяснилось, не только я такой смелый, но и мои соратники в одномоторнике. Вот, смотрите. Константин Анатольевич вообще оделся по-серьезному. Старпо мой. Ну, как вы, нормально, да? Перелезли там. Красивое место очень. Ну, вот, с точки зрения такого чиллинга, да, место прям шикарное. Там буквально от клуба, там, не знаю, километров, наверное, там, 7. Прям супер. Не знаю, когда вода уйдет, что тут с глубинами. Вот, но сейчас шли метра четыре. Вот эта большая гнилка, а на повороте сюда вообще аж там 7, 8, 10 и 8 даже у меня показало. Вот тут еще помост такой деревянный. Ну, вот здесь уже сняли, я так понимаю, эти настилы. Так, ну, потопали обратно. Значит, есть идея... О, утки летают тут. Есть идея, значит, дойти по озеру Ильмень до реки Ловоть. Она судоходная. Даже обстановка есть. На нашем любимом Навиониксе даже обозначен судовой ход. Есть несколько баз там рыболовных и туристических. Даже вроде как причальчики существуют. Так что вот, сходим посмотрим. Доложим. Ну, вот мы вышли в Ильмень через лес пуста. Воды до турии, метра 4, там даже 5. Ну, вот сейчас идем в Чемесце Ильмень. Скорость 36 километров в час. Идем в Ловоть. От самой церкви мы вышли вот так. И вылезли в Ильмень на судовой ход. Где-то, наверное, километров 8 осталось. Будем по пусте, там, вода в Ловоть. Ну, вот так, в общем-то, ну, Валгар как Валгар. Ну, вот дошли мы до Взвада. Есть тут пристань. Пришвартовались. Даже ларечек есть, где можно сосиску. Типа, хот-дог съесть. Придя во Взват по Ловотье, мы отведали хот-доги. Посидели, попили лимонадик, который купили, как я уже сказал, в местном ларечке. Ну, и что-то, по прогнозу, как-то так поддувать стало, и тучи вроде как сгущаться начали. Соответственно, мы приняли решение возвращаться обратно, то бишь, пересечь лимонную сторону Великого Новгорода. Вот, думали, как-то все это дело пойдет на Глисе, но что-то не все так гладенько. Где-то в середине озера прямо довольно лихо так подраздуло, и такие в скулу, и даже в мордотык волны пошли. С озером мы зашли в реку Мста, пробежали по ней, и вышли в Северсов канал, и уже прямо по нему дошли до Рюрикова городи. Пришвартовались носом в берег. Ну, понятное дело, пристани, конечно, никакой нет. Ну, вот есть замечательный настил, по которому можно дойти. Комары не кусают, ветром сдувают. Ну, сюда еще и подходят туристические латчоночки. Вот я вам сейчас как раз и покажу, какие. Швартовка у городища так себе, носом в берег, ну, благо мягкий. Хотя вот местный коммерческий транспорт, осуществляющий перевозку пассажиров, тоже швартуется носом в берег. Респект ему большой. Привлек мое внимание катамаран. Кстати, ходит на китайском моторе Парсун 115. Можете даже посмотреть видосы на канале На Воде 53. И если окажетесь в Великом Новгороде, добро пожаловать на борт. Вот, дошли мы до Рюрикова городища. Можно сходить на экскурсию, билеты продаются. Вид, конечно, тут потрясающий открывается. Ветрюган, правда, дует лютый, но... Лето же. Ну, значит, рассказываю. Сходили мы через Ильмень в реку Ловоть. Дошли до деревни Взват. Там есть пристань. Можно там перекусить. Стоит ларечек. Хот-доги делают. Лимонадом из черноголовки торгуют. Даже креветки есть. В общем, мы там кассу сделали. Пристань вполне себе такая прикольная. Туда швартуется судно на подводных крыльях, которое ходит, я так понимаю, из Великого Новгорода. Мы как раз по пути его встретили. Вот. Ну, к торцам этой пристани пришвартовались. Очень даже. Вот. А оттуда пересекли обратно Ильмень, зашли в реку Мста и дошли до Северсового канала. Северсов канал вот до Волхова доходит прямо напротив Юрьевского монастыря. Вот смотрите, сюда и коммерция швартуется, и мы тоже зашвартовались. Ну, сейчас пойдем дальше. Ну, и отсюда такой вид приличный открывается. Кстати, вот флаг российский, когда в Волхов идешь, по Волхову идешь, в Великий Новгород издалека, прямо его видно. Ну что, всем привет! Парни из культпохода. Небольшой видеоотчет. Закончил сегодня технический день. Приехал к часу дня. Время уже 9, 8 часов пролетело незаметно. По мелочевке повозился на лодке. День пролетел. Сегодня целый день было ветрено. Думаю, что ходить было некомфортно. По Эльменью особенно. Выдвигаюсь домой. Швартовые привязаны, кранцы на месте. Ждем пятницу и в субботу идем в Великий Поход из Великого Новгорода. Ну, в этом году у нас контент такой бегучий. Все в процессе, в чужих маринах, пока Нева перекрыта. Вот, выдернули Грандезу. Сейчас собираемся на Онежское озеро. Все, разрешиловки всякие получили. Вот, сейчас быстренько оботремся и в путь. Поднимаем на вот этом лютом слипе. Вот, все, поехали. Давай, 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 давай еще. Спасибо за субботу. прощаемся с новгородским яхт клубом всегда очкуем этого слипа подъема ну вроде все проходит штатом никаких трудностей и сложно я в клуб новгородский катя полностью готов переезду выезжаем через минут 15 петрозаводск в полной боевой готовности ночь провели в катере вместе с сыном ну что ж всем нам счастливого пути будем на связи